Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков? Актуальный реестр самостроев с адресами и фотографиями опубликуют в Сочи. Обнародовать такие списки сегодня поручил первый вице-губернатор Кубани. Медицина доступная каждому. В селах Сочи активно ведется строительство офисов врачей общей практики. ВОП в Краевско-Армянском уже ведет прием. На очереди Измайловка, Хаджико и Пластунка. Грязный вопрос. На курорте определен оператор, который займется сбором и вывозом мусора из Сочи. А муниципальный сах региональный оператор возьмет наподряд. Январь. Время подготовки парка в Сочи к новому курортному сезону. В Дендрарии приступили к высадке тысячи саженцев, среди которых единичные экземпляры и редкие для сочинского региона виды. В Сочи опубликуют реестр с актуальной информацией по самостроям. И такие списки проблемных многоэтажек должны появиться в каждом районе Краснодарского края. Такое поручение на совещании в Сочи дал первый вице-губернатор региона. Чтобы не остаться без денег, квартиры и не попасть в число обманутых покупателей, в каждом городе и районе Краснодарского края будет создан актуальный реестр самостроев с адресами и фотографиями. Такое поручение сегодня на совещании в Сочи дал первый вице-губернатор Кубани. Список будет опубликован в интернете, он будет постоянно обновляться, с ним смогут ознакомиться все желающие приобрести квадратные метры и не попасться на удочку недобросовестных застройщиков. Также Андрей Алексеенко отметил, что на уровне каждого муниципального образования за две недели должен быть разработан нормативный акт, который утверждает порядок действий в борьбе с самостроями с указанием сроков и исполнителей. Я напомню, что у нас 54 объекта подлежат сносу, это 99% многоквартирных дома на особом контроле. То есть это объекты, которые мы с вами обязаны довести до логического завершения, а именно сноса. То есть от уровня земли на этих земельных участках в результате нашей работы, я думаю, что это произойдет достаточно оперативно, ничего не должно быть. Для сноса 54 домов в Сочи привлекают инвесторов. При этом участок под незаконным зданием перейдет той компании, которая будет заниматься сносом. Желающие уже есть. Уже имеем сегодня достаточно немало предложений со всей России. Ну, например, на три объекта, которые входят у нас в список 22, у нас уже есть, это по эмеритинской низменности уже есть предложения. И сегодня приезжает большая компания строительная из Санкт-Петербурга, которая тоже будет рассматривать вопросы сносов. Сносить дома на улице Белорусской, которые расположены на берегу моря, будут не только силами инвестора, а в случае необходимости и за счет краевого бюджета. Соответствующее письмо с просьбой о выделении средств направлено губернатору. Как мы только начнем сносить, поверьте мне, шквал жалоб сразу образуется. Начнем сносить, мы обмануты, мы приехали, продали последнюю квартиру где-то на севере, решили теплый климат, и это будут у нас заявители, которые дальше будут давать правооценка органам и следствия. 54 самостроя, рассказали на совещании, планируют снести в течение года. Всего же в списке на снос более 500 объектов. Помимо зданий выше трех этажей, это и небольшие гаражи, сараи, навесы и объекты торговли. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Медицина доступная каждому в отдаленных селах Сочи. В этом году появится три мини-поликлиники. Кабинеты врачей общей практики планируют открыть в Измайловке. Уже готовы проекты по аулу Хаджико, села Пластунка, готовится пройти госэкспертизу и проект в селе Орел Изумруд. Ну а работу уже построенных ВОПов в Краевско-Армянском проинспектировал глава города. Да что-то сердечко прибаливает. Поводов для волнений у Ольги Степановны теперь намного меньше. Даже при малейшем недомогании она может оперативно обратиться за консультацией к врачу. Раньше, говорит женщина, от одной только мысли, что надо ехать в поликлинику, поднималось давление. Зато теперь квалифицированная медицинская помощь пришла и в ее родное село. Здесь созданы все условия для этого. Очередей нет. По записи, заранее по электронной почте записался и пришел, как вот я сейчас. Кабинет врача общепрактики в Краевско-Армянском открылся в прошлом году. В селе живет 2000 человек. В день на прием приходит до 30 пациентов, большая часть взрослые. За педиатрической помощью обращаются в среднем каждый день около 10 родителей. В случае необходимости сельский доктор выезжает и на дом. В данном офисе врача проводится врачебный прием. Также осуществляется обслуживание пациентов на дому маломобильных, либо с острыми заболеваниями. Допустим, если температура у человека 39, да, он в силу своего состояния не может прибыть, то обслуживается он на дому. Такие кабинеты врачей общепрактики представляют собой, по сути, мини-поликлинику. Именно приближенность к пациентам помогает своевременно заподозрить патологию и назначить необходимое лечение или детальную диагностику уже у узких специалистов, что поможет в дальнейшем избежать серьезных осложнений. Учитывая, что в селе основная часть жителей – пожилые люди, данная методика по предотвращению тяжелых последствий заболеваний зарекомендовала себя наилучшим образом. Сравнить, если с кабинетом фельдшера, который мы обычно привыкли видеть на селе, то это, конечно, очень большая разница. Вы сами можете убедиться, что это выглядит как красиво снаружи, так и красиво внутри, но это очень удобно и для обращающихся пациентов, и для медицинских работников, которые здесь работают. Сделать медицину доступной даже в далеком селе – одна из приоритетных задач для властей города. В центре курорта уже давно функционируют современные медицинские центры, оснащенные самым передовым оборудованием. Однако, своевременная диагностика и профилактика заболеваний – основа здорового общества. Именно поэтому оценить, как работает недавно введенный в эксплуатацию ВОП, приехал сам глава города. Анатолий Пахомов пообщался с пациентами и врачами, осведомился, довольны ли они ремонтом и качеством обслуживания. Если это людям не нужно, может быть, мы зря. Сейчас вообще, говорят, надо скоро обсудить, что им надо, а потом уже делать. А то мы сделаем, а все, кажется, не так. У меня два внука, мы постоянно сюда, к вечеру, не в город едем, а вот сюда. В соседнем селе Измайловке совсем скоро тоже появится такой ВОП. Здание готово, идет ремонт внутренних помещений, дооснащение его медицинским оборудованием и решаются финальные вопросы с документами. Сейчас уже сданы и проходит экспертизу в крае еще два аналогичных проекта. В ближайшее время подобные мини-поликлиники появятся в ауле Хаджико и селе Пластунка. Подана заявка еще и на строительство кабинета врача общей практики в поселке Орел Изумруд. В целом, только за прошлый год в Сочи открыта новая поликлиника для жителей микрорайона Светлана на курортном проспекте с муниципальной аптекой. В конце года завершился капитальный ремонт инфекционного отделения городской больницы номер один. Запущен массовый оздоровительный проект «10 тысяч шагов к здоровью. Прогулка с врачом» и введен в эксплуатацию новый перинатальный центр. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Определен оператор, который займется сбором и вывозом мусора из Сочи. Это региональный оператор ГУП «Край. Жилкомресурс». Об этом рассказал мэр курорта Анатолий Пахомов. По его словам, предприятие возьмет на подряд МУП спецавтохозяйства и еще пять перевозчиков, которые будут непосредственно заниматься транспортировкой ТБО, сообщает Интерфакс. При этом глава города отметил, что вывозом крупногабаритного мусора региональный оператор заниматься не будет. Это ложится на плечи городских властей и под это будут предусмотрены средства в местном бюджете. При этом Анатолий Пахомов весьма оптимистично оценил перспективы работы оператора. По его словам, проблем с вывозом отходов в Сочи больше не будет. Следственный комитет России опубликовал видео допроса пассажира, по вине которого самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Турецкую Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи. Андрей Тищенко на борту самолета устроил самый настоящий дебош. Сдерживать хулигана пришлось чуть ли не всем экипажам, пока самолет заходил на посадку в Сочи. По версии следствия, самолет, летевший из Петербурга в Анталью, экстренно осел в Сочи из-за неадекватного пассажира на борту самолета. Мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее, в результате чего бортпроводник получила телесные повреждения. Сразу после приземления авиалайнера сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи задержали правонарушителя, опросили свидетелей инцидента, а затем доставили его в дежурную часть. Им оказался 33-летний житель города Санкт-Петербурга. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови авиапассажира. В Сочи 34-летнего мужчину передали стражам порядка. Следственными органами Южного следственного управления на транспорте в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело. Сам Андрей Тищенко внести ясность в произошедшее не смог. Мужчине объяснили, что он завершил преступление. Статья хулиганства. Следственный комитет планирует в ближайшее время обратиться с ходатайством об аресте пассажира в суд. Андрей Тищенко списал свою выходку на алкоголь и согласился дать показания. Вопросы газификации, строительства школы и ремонт сельского дома культуры. С такими просьбами жители края обратились к главе региона. Вениамин Кондратьев сегодня провел личный прием граждан. На встречу с губернатором люди приехали из нескольких районов Кубани. Андрей Карпенко из станицы Кущевской попросил о ремонте местного культурно-досугового центра. В здании отсутствует отопление, водоснабжение, а также требуется ремонт кровли. Надо все запараллелить. Все действия, которые вы сегодня обозначили, нам никто и ничто не мешает это все делать параллельно. Подводить воду к котельной, водить котельную параллельно. Уже если мы уверены, что к концу следующего сезона тепло будет в клубе ремонтировать и клуб в том числе, и к концу этого года максимально перелеснуть страничку с таким состоянием клуба. Перелеснуть и забыть. И люди должны уже осенью прийти в него в теплый, комфортный, уютный клуб. Виктория Ивановна, кто необходим, чтобы деньги, если нужно, безусловно, программу и включать, и догонять эту ситуацию. Догонять, потому что в прошлом году нужно было это все догнать. Если мы в этом году или к следующему зимнему сезону его не отремонтируем, то надо будет ремонтировать его весь и заново. Вопросы, с которыми обратились жители края к губернатору, будут решены в ближайшее время. Например, Дмитрий Синусов из города Абинска пожаловался на то, что северо-восточная часть города до сих пор не газифицирована, в том числе и его дом. Голубое топливо многодетная семья ожидает уже более пяти лет. Вениамин Кондратьев поручил до конца этого года разработать проектно-сметную документацию газопровода. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. В центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники, кафе кубанской кухни Кось-Кось. Воровского 4. Вкусно, как дома. А накануне рабочий день главы региона прошел в Усть-Слабинском районе. Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями посетил ряд проблемных объектов. Районы ЗАГСа и медицинские учреждения, которые требуют ремонта. После объезда губернатор провел встречу с жителями, где обсудил с ними перспективы развития Усть-Слабинского района. С подробностями наши коллеги из Краснодара. В последние 4 года марш Мендельсона в ЗАГСе Усть-Слабинска звучит все реже. Количество желающих сыграть здесь свадьбу сократилось практически наполовину. Зал бракосочетаний на втором этаже с 2014 года признан аварийным. Экспертиза показала, что деревянные перекрытия между этажами прогнили. Есть угроза обрушения. Торжественные церемонии теперь проводят просто в холле, где тоже далеко не праздничная обстановка. Многие стали ездить в ЗАГСы соседних районов. Новобрачные, когда подходят и подписывают актовую запись о заключении брака, видят перед собой вот эти вот ужасные трещины. Несмотря на то, что аварийным помещение признали 4 года назад, проектно-сметную документацию для его ремонта до сих пор не подготовили. Сегодня ЗАГС Усть-Слабинска посетил губернатор Кубани. Это место Венимин Кондратьев выбрал не случайно. Обратить на него внимание главу региона просили местные жители в своих обращениях. Конечно, вот тот холл, который приспособлен, конечно, жалко, что он остается и в альбомах, и в памяти. Это, конечно, хороший зал, но время, как говорится, ожидания, конечно, оно уже давно-давно завершилось. Если время уже исчерпало, ожидания людей, в том числе молодых, у которых на всю жизнь память о том моменте бракосочетания, на всю жизнь остается в их памяти. Усть-Слабинский район лидер в крае по количеству жалоб, которые люди пишут президенту и губернатору. Глава региона вместе со своими заместителями сегодня посетил сразу несколько социальных объектов. Например, в районной поликлинике капитального ремонта не было 29 лет. Лечить пациента в подобных условиях, конечно, недопустимо. Все одинаково завершало и извершало. Это факт. Поэтому, конечно, да и запах-то уже плесени, старины, он здесь повсюду. Здесь нужно брать по-хозяйски, наводить порядок. Первый, конечно, с капитального ремонта. Памятником бесхозяйственности Вениамин Кондратьев назвал и здание родильного отделения в Усть-Слабинске. В законсервированном виде стройка стоит уже больше четырех лет. Чтобы роддом был полон, у людей должно быть целым, особенно у молодежи, уверенность в завтрашнем дне. В том числе, что и с ребеночком все будет хорошо, и с ними в том числе. Значит, должна в целом медицина быть на уровне. А как быть медициной на уровне, если условий-то нет? Вот мы были сейчас, посмотрели, но на самом деле прошлый век. А роддом красивый, конечно, это уже в комплексе. Отсутствие уличного освещения, перебои с водоснабжением и электричеством, грязные улицы – самые частые жалобы жителей района. Что говорить, если даже площадь перед железнодорожным вокзалом похожа больше на заброшенный участок с мусором. Должно быть уютно, чистенько для начала. По-хозяйски не буераки, как вот здесь мы видим, или непонятно, что плиты какие-то, все, что мы... Какое-то здание непонятно. Давно уже с этим собственником нужно было разобраться. Кроме власти никто это не сделает, никто. Нужно было уже решение давно принимать, жесткое решение, конкретное решение. После объезда по городу Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями. Общение с людьми для губернатора – самый достоверный источник информации. По социально-экономическим показателям Услабинский район оказался среди территорий с уровнем развития ниже среднего. Сегодня, конечно, есть определенные результаты у Услабинска. Но я надеялся на большее. И специально я поехал по тем местам, о которых пишут люди в своих обращениях на мои имена. И на самом деле нечего сказать в возражениях тем, кто эти жалобы написал. Вы же не бедный район с точки зрения ресурсов. Но надо хотя бы в набат тревогу бить, потому что если глава не бьет в набат, значит, естественно, я думаю, что все идет нормально, все идет стабильно. Инициативы нет. В общем, вопрос в программах участия не принимает район. Ни в каких. Конечно, откуда-то чему-либо здесь взяться. Почему не участвовать в программах, где, конечно, многие-многие проблемы бы решались, безусловно. Только участвуя в образовательных программах, район как минимум мог бы отремонтировать и построить спортивные залы в школах. Из 16 краевых программ в системе образования район принял участие только в одной программе в прошлом году. Это покупка школьных автобусов. 15 программ проигнорировано. Ну, либо у вас нет софинансирования, либо нет желания, я не знаю. Но, во всяком случае, заявок на строительство и капремонт спортзалов вы не подали ни одной. Вопросы от местных жителей из зала, как всегда, вскрывают самые наболевшие проблемы. Например, в микрорайоне Услабинска, которую в народе прозвали «Поле чудес», частично нет газа. А многодетным семьям там выдали участки земли под строительство в местах, где для этого нет никаких условий. Даже не нарезали улицы, нету ни дорог, ничего, там грязища по пояс. Как нам строиться дальше? С 2014 года, сейчас 2019, мы строимся там в грязи. Ни прохода, ни проезда, ни воды, ничего. Значит, поручение все равно идет официально муниципальному образованию Услабинский район, то есть главе поручение идет для протокола. Кто здесь представитель министерства строительства уже как край? Давайте так, вы берете под свой личный контроль, в целом уже теперь наведение порядка в этом «Поле чудес». На самом деле там появились у них дороги, первичный проект схем коммуникации, транспортного сообщения, пешеходного, чтобы мы понимали, что там нужно сделать и в какой очередности. Поэтому сделайте комплексный проект с пониманием того, что нам сделать так, чтобы этот микрорайон «Поле чудес» превратился в настоящий микрорайон. Жилой, комфортный, удобный для жизни. Договорились? Потому что в противном случае, у меня такое ощущение, что в «Поле жили» и «Поле живут». И боюсь, что в «Поле жить» останутся. Одна из самых острых тем – газификация района. Ее уровень едва превышает 70%. Например, часть станицы Ладожской находится без голубого топлива. При том, что рядом, по словам жителей, проходит трубопровод. Людям приходится отапливать дома дровами. Все это, конечно, должно остаться в прошлом, отметил Вениамин Кондратьев. Тем более, что потенциал в Услабинском районе есть. Жизнь после нас все равно должна продолжиться. И в Услабинске тоже. И в крае. Вот мы за это с вами сегодня отвечаем. И я уверен, мы сегодня отчасти гордимся своим краем, а вы гордитесь своим Услабинском, который достался вам от предшествующих поколений. Мы гордимся вчерашним Услабинском. Тем, который нам достался от наших предшествующих поколений. Давайте сделаем все, чтобы наши дети, по крайней мере, гордились тоже своим Услабинском, но тем, который им доставится от нас. Местные жители три с половиной часа не отпускали губернатора. Кажется, и этого времени не хватило, чтобы задать все вопросы. Глава региона дал поручение после встречи остаться руководителем профильных ведомств и взять на карандаш все озвученные сегодня темы. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Услабинский район. И сегодня стало известно, что глава Услабинского района Николай Артющенко подал в отставку. Исполнять обязанности руководителям муниципалитета будет заместитель главы по сельскому хозяйству Сергей Смирнов. К слову, сегодня из школ и больниц Услабинска эвакуировали более 5000 человек. Звонки и письма о минировании поступили в такие же учреждения Краснодара, сообщает интернет-портал Кубань-24. В краевой столице обследовано 90 школ, более полусотни больниц. Взрывных и опасных устройств не обнаружено. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов, отмечают власти. Волна звонковых писем о минировании в разных регионах страны началась около недели назад. Спецслужбы работают над поиском ответственных за волну ложных сообщений о минировании различных объектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В парках Сочи началась подготовка к новому сезону. Посадочные работы ведутся сегодня в Дендрарии. Все нужно успеть, пока растения спят, то есть до начала процесса сокодвижения. Кстати, среди новых саженцев и редкие для сочинского региона виды. Подробности в нашем сюжете. Пока одни растения спят, другие активно цветут. В этом году те, что зацветают весной, решили порадовать гостей Дендрария уже в январе. Камелия, жимолость, айва, мимоза. Пробиваются к свету в январе даже подснежники, как в сказке маршака 12 месяцев. Тем временем сейчас сезон посадки саженцев. Сажаем растения в зависимости от того региона, частью которых является отдел. Это здесь у нас находится отдел Северной Америки, чуть ниже Мексика. Если мы спускаемся в какой-то другой отдел, например Австралия, там мы сажаем эвкалипты, красивые тычинники. Это красивые растения, красные, розовые, белые соцветия. Очень радующие посетители в летний период. Специалисты Дендрария приводят в порядок все зеленое хозяйство парка. Это и уборка сухостоя, и обрезка растений, и в первую очередь посадка саженцев, а их более тысячи. Причем 560 выращены в интервакционном питомнике самого Дендрария. Времени мало, пока стоит хорошая солнечная погода, необходимо завершить все работы. Сейчас сажают магнолию, эвкалиты, хвойные растения, редкие виды кипарисов и сосен. Несмотря на то, что растений тут тысячи, только сосен 80 видов, каждый год дополнительно подсаживают сотни новых. У деревьев срок жизни не как у людей. Вот этому кипарису 72 года, и он считается молодым, а этому уже 137 лет. Кипарис многоствольный, что большая редкость. Кстати, к исследованию старейшего дерева были привлечены крымские ученые Никитского ботанического сада. Совершенно не похож на то свечку, которую люди ассоциируют с кипарисами. Интересное дерево, редкое, крупное, старое. И нам помогли определить, что начались уже небольшие гнили, что поможет нам принять соответствующие решения. По мнению ученых, старейший кипарис срочно необходимо оздоравливать, так что в самое ближайшее время территория вокруг него будет огорожена. Елена Овсенцин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи состоялось заседание Совета по делам молодежи при главе города. Анатолию Пахомову представили новый состав Совета. В него вошли 38 человек. Это старшеклассники, студенты, работающая молодежь, представители общественных организаций и патриотических клубов. Все, кому от 16 до 29 лет. Желающих попасть в Совет по делам молодежи при главе города Сочи было 70 человек. Именно столько было рассмотрено заявок. Из них отобрано только 38. На заседании прежний руководитель Совета отчитался о проделанной в 2018 году работе. А это в первую очередь участие и помощь в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов Чемпионата мира по футболу. Спасибо за все, что вы делаете. Вы настоящие патриоты нашего Сочи. Мы очень нуждаемся в всей власти, чтобы у нас был здоровый молодежный костяк, который, я и повторяю, мы совершенно не собираемся навязывать какие-то свои взгляды на жизнь. Мы хотим поддержать все то, что сегодня новое, и все то, чем сегодня интересуется наша молодежь. Совет избрал нового руководителя. Им стал Дмитрий Перов. Сегодня молодежь рассказала о своих планах на этот год. Это в первую очередь проведение мероприятий военно-патриотической направленности, возрождение вечеров поэзии, вовлечение молодежи в общественную жизнь города, знакомство с основами предпринимательства, а также избирательная активность. Снежный десант второй день подряд работает в Сочи. На этот раз он высадился в горных селах Хостинского района. Сегодня бойцы студотрядов целый день провели в селе Пластунка. 50 студентов сплотились в один отряд, чтобы за несколько дней успеть помочь пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и, разумеется, ветеранам Великой Отечественной войны. Снежный десант – это всероссийская патриотическая акция, которая проводится в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Участники акции – это неравнодушные ребята, которые готовы внести свою лепту в общественные дела региона. Сегодня в селе Пластунка молодежь все утро расчищала русло реки Соченко, облагородили ребятами местную детскую площадку и даже привели в порядок остановку общественного транспорта. Мне на самом деле приятно делать что-то полезное для города, для Краснодарского края в целом. И самое приятное, наверное, что все ребята поделились по своему желанию. То есть не было такого, что мы кого-то заставляли что-то делать. Мы говорили, вот нужно сделать, например, покрасить забор, кто хочет. Пять человек подняли руку, вот вперед, они красят. Им это в радость. Мало кто знает, что на Пластунке есть памятник героям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, построенный в 1977 году. Обелиск находится в труднодоступном месте вдали от дороги и глаз. А потому и посетителей здесь увидишь нечасто. И тем не менее, памятник истории под пристальным вниманием снежного десанта. Вот и сегодня у ребят здесь большой фронт работы – убрать территорию и высадить деревья в рамках акции «Дерево памяти». В итоге аллея возле памятника героям, павшим на фронтах Великой Отечественной, что в селе Пластунка, пополнилась несколькими кипарисами. К слову, первый снежный десант высадился еще 50 лет назад на Алтае. Краснодарский край к волонтерскому движению присоединился в прошлом году. Завершится добровольческая акция 1 февраля. Далее по плану – помощь ветеранам на дому. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники и Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.